Плотный поток машин во всех направлениях из города. Красноярцы бегут от жары и чёрного неба. К полудню субботы улицы в Красноярске опустили. Главный городской фонтан и тот поёт для случайных прохожих. Совсем другая картина за городом. Вода, песок и развлечения. Здесь романтика, экзотика. И озёра здесь намного чище. Чем на Таташи? Да. Уже искупались как водичку? Очень тёплая прелесть. Это пляж за песчанкой. Добраться до него можно на машине и на рейсовом автобусе. 13 маршрут идёт до посёлка после 3 километра пешком по Гравийке. Въезд на территорию платный. Предприниматели не стали поднимать цены. 200 рублей с машины, как и в прошлом году. Пешим отдыхающим вход бесплатный. Бизнесмены подготовились к наплыву туристов. Организовали прокат инвентаря. Одноместная плюшка 300, двухместная 250. На банане по 200 рублей с человеком. Катамараны по 250. А это уже кемпинг «Манский Плёс» в 30 километрах от Красноярска. Сюда чаще приезжают на несколько дней с палатками. Правда, насладиться звуками природы вряд ли удастся. Из автомобилей грохочет музыка. Звук моторных лодок затихает только к вечеру. В этом году въезд сюда подорожал на сотню. За сутки стоянки автомобиля на берегу Маны придется выложить 400 рублей. Мана, красота и речка. Мы уже даже искупались в пляжный сезон, открыли. Разве не холодные? Нет. А в городе оставаться в такие длинные выходные? Почему не хочется? Не хочется. Там асфальт. Жарко очень. К слову, ни один из этих пляжей не получил официального разрешения спасателей и Роспотребнадзора. Виктория Столярова, Станислав Карпович и Михаил Ткачук. Афонтовые новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова